Ряд коряво установленных столбов, будущее ограждение забора, перекрывающее единственную дорогу к дому по улице Ленина 151. Возмущенный житель этого дома и до предела не просто самодовольный, а обнаглевший представитель застройщика, считающий, что если он какими-то путями выкупил эту территорию, то ему можно все. Вы не могли бы дать объяснение, кто вы, что это за стройка и на ком вы, кто он говорил? А делайте запрос официальный. То есть вы вообще представьте, кто вы, что за фирма? Я еще не готов давать никаких комментариев. То есть вы отказываетесь говорить в любом случае? Вы все обязаны? Вы не обязаны, ни в коем случае. Но вы просто не хотите говорить, мы так прокомментируем, что вы отказываетесь. Тогда не провоцируйте. Просто у вас почему спровоцировать? У вас разрешение есть на это строительство? Чуть глупые вопросы задаваются. Да нет, вопрос не глупый. Кто подписал ему разрешение на это строительство? В непосредственной близости от дома, где теперь пожарная машина, проехать не сможет, где перекрыта дорога и жители вынуждены ездить через бордюр. Этот невоспитанный человек отказался назвать свою фамилию, но его уверенность оказалась дутой. Он бросил доски и ретировался от разгневанных жителей. Но его инкогнито оказалось секретом поля Шинеля. Зовут его Николай с говорящей фамилией Козлов. Он является директором магазина автозапчастью Коля. Легкий акцент в названии магазина вполне объясним. Его учредителем является китаянка Цюй Линюнь. Вопрос остается актуальным. Кто выдал им разрешение на строительство, то есть по факту подарил участок дороги? Самоуверенность Николая Степановича достигала немыслимых размеров. Во время установки столбов он прибил кирпич, дорожный знак, запрещающий проезд. Возмущенные жители вызвали наряд ДПС, который заставил незаконно установленный знак снять. Два года назад нам стало известно о том, что данный участок был продан в частное владение. И здесь собираются построить нежилое здание. Кроме того, нам стало известно, что на придомовой территории также были выделены и проданы участки, несколько участков придомовой территории. Как такое возможно, спросите вы. Мы обратились с этим вопросом в различные комитеты. И, что удивительно, все они впали в какую-то панику и постарались откреститься от этой стройки. Не дозвонившись до Управления архитектуры и градостроительной политики администрации города, мы обратились к бывшему главному архитектору Читы Елене Медведевой. Это уже кадастровая палата и Росреестр не пропустили. Значит, участок просто-напросто не был оформлен. Хозяином не был оформлен участок. Только в этом случае могла получиться такая накладка. И, во-вторых, если, значит, там предусматривали строительство магазина, то должны были при предоставлении земельного участка рассмотреть все подъездные пути не только к строящемуся объекту, но и к существующей застройке. Там нужно посмотреть проект в тему кулировочной организации земельного участка, как это все было организовано. То есть просто так выдать разрешение на строительство без вот этих, без решения этих вопросов не могли. Это если по закону, то не могли, а если по знакомству, то вполне себе. Если бы местные жители не возмутились, не проявили активность, то все сошло бы чиновникам и предприимчивым дельцам с рук. Пусть прокуратура занимается этим вопросом, местные жители написали заявление туда, обратились за помощью в ЗАП-ТВ и пригласили общественников. Но не обошлось. Без курьезов местные жители не смогли ответить на вопрос, кто их депутат городской думы. Мы сейчас живем в такой ситуации, что власть и общество, как будто сидят в разных окопах. Городская власть личных приемов не ведет, никаких общественных обсуждений не проводит. Единственное, чем они занимаются, это у них какие-то бесконечные веселья и вот какие-то вот эти мертусобойчики. Никакой публичности у нас не стало, никакого единства горожан и власти не стало. Вот сейчас мы разговариваем с этими людьми, они даже не знают, кто у них городской депутат. Мы видим, что стройка незаконна и необходимо ее остановить. Горе-рейдеры слишком рьяно. Взялись за дело, сколотили забор, привезли вагончик. Для работников надо успеть до того, как они раздолбают асфальт и доведут до инфаркта местных жителей. У каждого дома должна быть придомовая территория, которая позволяет его обслуживать и содержать. Вот, допустим, здесь, вот сейчас очень трудно сказать, сможет ли проехать сюда какая-то пожарная или эвакуационная машина. Я вижу, что на данный момент вот эти основополагающие права собственников этого дома нарушены. Люди столкнулись с серьезной проблемой, и решать ее нужно комплексно. На сегодняшний день на их настоятельные просьбы откликнулся только экипаж ГИБДД, который снял незаконно установленный знак, и закрыл глаза на то, что сейчас люди вынуждены ездить через бордюры. Но больше всего огорчает, что местные жители вынуждены сами отстаивать свои права, а органы власти, призванные защищать людей, не просто бездействуют, а проворачивают выгодные только им схемы.